Великобритания и Франция Великобритания и Франции Великобритания и Франции Великобритания и Франции что России нужны были Босфор и Дарданеллы, то вы ничем не лучше нынешних империалистов, которые считают, что России обязательно нужно Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия. А очень интересно, что и тот, кто задает вопрос, и ты очень персонифицируешь ситуацию. То есть такое впечатление, что вы отказываетесь на такой глобальный взгляд на события, что речь шла просто о переделе мира, о том, что возникли некие диспропорции между силами Германии, Франции, развивалось вооружение, значит, вот эта экспансия. Такая политика была, такое состояние умов, такие представления о развитии, вообще концепция развития такая была, захват на уху территории, победа в конфликте, и победа в войне. И вот эта диспропорция привела к Первой мировой войне. Россия полезла в эту войну не потому, что, там, Сербия взывала, значит, кровь единоверцев. Речь шла об участии в перераспределении в разделе, в новом разделе мира. У нас опять земли не хватало, и тогда тоже. А ты этого не знаешь? Это, по-моему, было. Могу поставить, негде было, да? На одной восьмой части шестой. Тогда была одна шестая часть суши. Российская империя. Не забудьте, что это была не первая война, в которую влез этот несчастный монарх, несчастная Россия. Сначала нужна была маленькая победоносная война в Японии, которую позорно проиграли. Потом решили идти на Германы, от чего всегда Россию предостерегали. И вот, да, еще и Турция нам понадобилась. И вот результат. Такое состояние уму, в такое перераспределение. И очень коротенький ответ. Мы больше о Навальном разговаривать, пиарить его не будем. Говорить о нем гадости, или говорить ему комплименты не будем. Нет такого человека. Через год никто не сможет вспомнить, кто такой Навальный, поверьте. Дело здесь не в Навальном, а в принципе. Да, я сторонник свободы владения оружием, что и записано в американской конституции. Но это не он выдумал. Это американцы выдумали, а у них он это слезал. А что касается права русских быть русскими в собственной стране, где русских 85% сама постановка вопроса свидетельствует или о глубочайшем невежестве, или о популизме, или об имперских наклонностях. Простите, кем будут русские в своей собственной стране, да и в других странах тоже, а если не русскими, кто заставляет их быть турками, или таджиками, или французами, или англичанами, где вы это видели, что за выпиющая глупость?